Нескрываемая радость, волнение и духовный подъем царили в этот день в Нерчинске. Ждали архиерея, владыку Аксия, назначенного на Нерчинскую кафедру. У Стеллы на въезде в город собрались представители районных, городских властей и епархиального управления, чтобы добрыми словами и традиционным хлебом с солью приветствовать епископа. Радость та, которая Господь нас призывает радоваться духовно, то, конечно, эта радость присутствует. Но вместе с этим и огромная ответственность возлагается на плечи архиерея. И святейший патриарх, напутствуя меня в своем слове, говорил об этой ответственности, что епископское служение дается не по заслугам, не по достоинству, а только лишь по милости Божией. Как отметил в своем слове при наречении по епископу владыка Аксий, решение стать монахом и священнослужителем у него созревало с ранней юности, постепенно. В 22 года он был принят в число братьев знаменитого Соловецкого монастыря. С этой святой землей, политой кровью мучеников и исповедников, были связаны 15 лет жизни. Здесь состоялся и монашеский постриг, и рукоположение священнический сан. А в июне 2017 года в храме Христа Спасителя святейший патриарх возглавил хиротонию епископа Аксия и вручил ему архиерейский жезл. До этого события пять месяцев владыка трудился в Забайкалии, и за это время успел полюбить не только уникальную природу края, но и людей, которые, в свою очередь, приняли его с большим теплом. Познакомились мы еще тогда с отцом Аксия осенью 2016 года, когда он был назначен на нашу епархию. Первые впечатления создались еще тогда. Это человек очень светлый, очень широкой души, очень много знающий и очень много несущий добра людям. Сегодня, после хиротонии, мы его встречали с особой радостью, с особой любовью. Как увидишь отца Аксия, так все уже сказано, что вот это доброта его, любовь к людям. Поэтому мы его сразу полюбили. И мы очень счастливы. Очень хороший и человек, и духовный наставник. Мы готовы работать все вместе на благо нашего города, на благо нашей епархии и помогать ему. Колокольным звоном встретил нового епископа старинный Воскресенский собор города Нерчинска. Архиерей в сослужении духовенства совершил молебен, а затем приветствия, поздравления, теплые слова, цветы, подарки. Три хоровых коллектива специально подготовили для встречи архиерея песни о родном крае. Крае с богатейшей и уникальной историей, которую нерчинцы бережно хранят. Первым епископом на нерчинской кафедре был святитель Иннокентий Иркутский. Епархия тогда называлась Иркутской и Нерчинской и просуществовала 200 лет, вплоть до 1927 года. Удивительно, но еще совсем недавно в Нерчинске даже не было постоянного священника. А с 2014 года город обрел статус кафедрального. Нерчинской епархии всего три года. Трудов предстоит очень много, но молодой владыка смотрит в будущее с оптимизмом. Я всех вас призываю к тому, чтобы каждый день гореть пред самим Господом Иисусом Христом. Ибо если душа наша горит этим божественным светом, то и все, кто будут с нами общаться, и все, кто будет с нами обращаться в те или иные моменты жизненных различных ситуаций, будут также воспламеняться и зажигаться этим пламенем Христовым. Субтитры создавал DimaTorzok